так друзья всем привет как видели сегодняшнее видео назвали минивэны которым нет аналогов это наверное действительно так несколько дней назад наверно около недели назад уже вышел один такой ролик показали вам такой автомобиль это был honda freed но не freed spike не вот такого плана а именно уже самый последний самый свежий freed итак сегодня у нас сделан такой кратенький обзорчик это toyota sienta это тоже минивэн на западе таких аналогов я думаю нет именно гибридной версии в гибридной комплектации но вообще по надежности эксплуатации по характеристикам и так кстати данный автомобиль у нас идет подбор автомобиля сейчас мы ищем для нашего подписчика toyota sienta данный автомобиль мы осмотрели и он будет рекомендован он будет рекомендован к покупке ну сейчас расскажем на примере данного автомобиля вообще данный кузов появился прямо глобальные изменения произошли у toyota sienta 2015 году моторы устанавливаются один из это хороший реально хороший проверенным временем неубиваемый мотор полтора литра есть гибридной версии есть не гибрид на данная версия гибрид кстати гибридная батарейка здесь стоит никель-металл гибридная она это касается именно мощность автомобиля да то есть она реально помогает если не изменяет память 74 лошадиная сила отдача идет в батарейке плюс двигатель по моему 100 109 лошадиных сил опять же если не изменяет память в общем коробка передач трансмиссия на всех автомобилях во всех комплектациях устанавливается только вариатор что вариатор что сам двигатель да и в принципе что сама батарейка они довольно надежные в технические характеристики сильно оглубляться мы не будем вкратце клиренс тут идет от 135 до по моему 150 миллиметров клиренс при желании на любом автомобиле вы можете поднять вы можете поставить шины немного повыше можете поставить себе проставки и так данный автомобиль 2017 года выпуска в максимальной комплектации гибрид пробег 50000 с чем-то сейчас автомобиль включим заведем я покажу двигатель полтора литра начнем наверное а давайте мы начнем с салона то есть автомобиль интересен тем то что он три ряда сидений но опять же смотрите вот открываете вы багажное отделение и смотрите согласитесь не каждый догадается то что третий ряд сидений он заезжает он прячется под второй ряд сидений я вам сейчас покажу как он трансформируется как он достается и когда мы поднимаем третий ряд сидений Он, получается, оказывается как бы над вторым рядом сидений. Ну, если вам третий ряд сидений не нужен, вы его спрятали под второй ряд сидений. Кстати, бензобак находится под вторым ряду сидений. И там же находится батарейка. Багажное отделение. Идет пластик. Здесь идет два подстаканника, ниша. Ну, небольшое окошко. Это не полноценное окно, как у водителя, у переднего пассажира, как у задних пассажиров. Кстати, задним пассажирам повезло, окна идут очень широкие. То есть, обзорность идет просто великолепная. Но, тем не менее, окошко. Так называемого там тазика здесь, можно сказать, нет. Сейчас вот это уберем немного. Я вам покажу. С правой стороны у нас прячется домкрат. Здесь у нас идет насос. Вот это вот все у нас вот так поднимается. Здесь придался аккумулятор. Ну, как бы, да, есть тазик, да. Запаску сюда мы положить не сможем, потому что здесь у нас установлен аккумулятор. Вот. Кстати, ребят, аккумулятор, обратите внимание, да, когда он устанавливается в автомобиле, именно в салоне, допустим, там Prius или еще что-нибудь, он идет с газоотводной трубочкой. Это обязательно. То есть, простой аккумулятор, если вы захотели поменять аккумулятор, простой аккумулятор сюда не пойдет. Так, сейчас мы приготовим. Вот, чтобы потом трансформировать. Багажное отделение довольно неплохое. Я вот не знаю, как вам показать, но, поверьте, поверьте, места здесь достаточно. Достаточно много. Еще, мне нравится в этом автомобиле, то, что крышка багажника, здесь нет пластика. Здесь такая обшивочка идет. Ручка специальная, чтобы, допустим, когда вы закрываете автомобиль, да, не браться там. Загрязный, металл, загрязный кузов. За ручку потянули. Все, автомобиль закрыли. По подвеске сзади ничего там навороченного нет. Просто идет балка, стойки. Ну, грубо говоря, больше ничего нет. То есть, в обслуживании по подвеске здесь идет все очень просто. Также, в принципе, как и в обслуживании самого автомобиля. Двери электро. Чтобы открыть электродверь, достаточно просто ручку потянуть на себя. Также, кстати, есть бесключевой доступ. Пожалуйста. Дверь отъезжает. В данный момент водительское сидение подвинуто до конца. Место, в принципе, здесь нормально. Ну, давайте, я как бы даже сейчас, наверное, возьму разуюсь, чтобы там не пачать. Покажу, сколько там по месту. Да, ладно, я разуюсь. Вот, а то как-то это. То есть, ручку потянули, дверка закрылась. Смотрите, я вот еще раз повторяюсь. Водительское сидение, оно сейчас отодвинуто до конца. Смотрите, я сел, я коленками никуда не упираюсь. То есть, мне сидеть, ну, мне реально удобно сидеть. Вот. А также можно отрегулировать спинку. Так, она регулируется у нас вот здесь рычажок. То есть, в таком положении, в каком вам будет удобно. Можно вот так потянуть, да. Кто-то, кто-то любит ездить прямо вот, прямо вот так. Кто-то хочет вот, как бы, ну, немножко опрокинуться. Из удобств. Ну, ручка держаться. Есть подсветка у нас. Ремешок для среднего пассажира. Ну, вот здесь идет подстаканник. Кармашек только с левой стороны. Вот. Ну, в принципе, больше ничего такого особенного нет. И здесь, смотрите, как, как построено, как построено сидение. То есть, обратите внимание, передний ряд, как бы, пониже. Я сижу, получается, уже, уже повыше, чем передний ряд сидений. Ну, и третий ряд будет сидеть, будет сидеть еще выше. Вот. Ладно, выходим отсюда. Пока делаем небольшой обзорчик такой. Не забывайте, ребята, подписываться на наш канал. Поддерживайте нас. Со всеми общаемся, всем отвечаем. Так, ну, что, наверное, давайте посмотрим, как достается третий ряд сидений. Чтобы его полноценно разложить, нам нужно убрать средний подголовник. Его мы убираем. Смотрите, все очень просто. Движением одной руки. Оп. Вот таким вот образом. Мы, конечно же, можем подвинуть переднее сидение вперед. Вот таким образом у нас опустится второй ряд. Еще больше увеличив багажное отделение. Видите, какой он стал огромный. Чтобы достать третий ряд сидений, просто поднимаем его на себя. Оно фиксируется. Все. Так же, естественно, у нас уменьшился багажник. Багажник уменьшился у нас, ну, довольно много. Так же, значит, можно отрегулировать спинку. Но не как хочу, да, вот буквально тут два положения. Почему мы не можем откинуть? Потому что нам будет мешаться крышка багажника. Вот, допустим, сейчас мы откинем ее максимально назад. Сейчас даже залезем с вами на второй ряд сидений. Видите, делается все, все делается одной рукой. Так, дверь закрываем. Давайте, чтобы было интересно, да, как бы реально, скажем так. Вот примерно всегда в таком положении находится второй ряд сидений. Кстати, он у нас двигается, но вот честно, честно, если я его сейчас подвину сюда, да, чтобы на третьем ряду было удобнее, то здесь уже будет некомфортно. Поэтому вот на таких, в таких автомобилях, я считаю, что третий ряд сидений только для детей. Вот, честно. Потому что, потому что, посмотрите, сколько мало места. Ну, да, я могу сюда залезть, безусловно, могу. Вот, смотрите, я залез. Но, как же вам так сказать-то, объяснить-то? У меня коленка, она сюда не помещается. То есть, если я сюда коленку засуну, я вот так вот скукожусь, вот так вот скукожусь, да, и мне реально будет некомфортно, неудобно ехать. Да, я проеду какое-то расстояние, допустим, если это будет какое-то такси по городу, где-то небольшое, но на дальнее расстояние нет. Это 100%. Ребенок, да, ребенок сюда влезет. То есть, он коленками упираться не будет. Но, опять же, я не знаю, мы сейчас с вами тут, что-то устроим. Такое интересное, да, опять же, смотрите, я вот подвинул второй ряд сидений вперед. Смотрим, что получается. Знаете, чего не хватает? Не хватает ручки. Мне не за что взяться здесь. Да, безусловно, стало покомфортнее, стало как бы, ну, поудобнее. То есть, километров, наверное, ну, как от Владивостока до находки, я думаю, я протяну, не устану. Но, тогда стало место, намного места меньше пассажиру на втором ряду. Сейчас залезем сюда. Сейчас посмотрим, насколько стало места меньше. Примерно одинаково. Что второй ряд, что третий ряд. Но, опять же, в таких положениях, на дальние расстояния, к сожалению, к сожалению, не проехать. Вот, сейчас вернемся на третий ряд сидений, посмотрим, что там еще можно интересного показать. Хотя, в принципе, интересного, наверное, ничего тут уже не покажешь. Ну, удобная трансформация багажника в плане, мы можем это сделать все по раздельности, да? То есть, вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть человек. И, допустим, у нас, ну, какой-то груз, какие-то сумки можно вот уместить вот сюда. Либо нам надо как-то вот что-то длинное положить, да, в автомобиль. Пассажиры садим сюда, сюда, сюда кладем что-то длинное. Мало света. Вот на втором ряду, на третьем, извиняюсь, на ребят, на третьем ряду сидений мало света. Вот эти вот окошечки, ну, они такие смешные. Честно. Да, я вижу, что происходит, но все равно что-то вот как-то мне не хватает. здесь будет ехать пассажир, здесь будет его голова, она как бы будет мешаться. Ну, и как я уже говорил, да, то есть я прям, высоко сижу и еще, смотрите, я вот прям все, головой, головой я задеваю. Вот это, конечно, минус, минус таких вот минивэнов. Но, опять же, я говорю всегда и всем, это, так, вылезти, все, подсюду. Третий ряд сидений, это, ребят, для детей. Детям там будет нормально. Вот, так, сейчас раскладываем все на места и давайте потихонечку перейдем с вами на передний ряд. вообще, наверное, откроем двигатель и посмотрим, что у нас там под капотом. давайте откроем двигатель. собственно, вот он сам двигатель 1МЗ, полторашечный, реально надежный, неубиваемый двигатель. Нет, ребят, просто масло вовремя. Двигатель цепной, там, инвертор. Больше здесь интересного ничего в принципе нет. Вот, мы стараемся подбирать такие автомобили, чтобы, чтобы вы сюда не влазили. Так, по комплектации данный автомобиль установлен на туманочке, бесключевой доступ, повторители, система предупреждения о столкновении, датчик движения по полосе. Всем, наверное, будет интересно, что находится здесь. Ага, неотделимый, да, подголовничек. Кстати, кстати, многих интересует, многие приезжают и, ой, что такое бесключевой доступ, а как он работает, как открывать автомобиль. Давайте на примере покажу. Так, вот они ключи, вот автомобиля. Среди стороны, закрою его. Так, все, я автомобиль закрыл. Допустим, все, вы подходите, ключ у вас находится в кармане, ну, не вот эта пачка ключа, а ключ от автомобиля. Вы хотите открыть автомобиль, ребят, просто, просто, смотрите, подносите руку, у вас автомобиль открылся. Все, чтобы закрыть автомобиль, когда вы отходите автомобиля, просто прикладываете вот так вот руку, отошли, все, автомобиль у вас закрылся, все очень просто. Подошли, он у вас открылся. Так, по передней части кожаные вставки, ну, как кожаный, заменитель это, приятное сидение на ощупь. Спинка у нас регулируется, сидение у нас поднимается, но хочу сразу сказать, в данном автомобиле, когда вы поднимете сидение наверх, вам будет неудобно в плане, я сейчас покажу в плане, дверная карта, ну, где-то 60 на 40, то есть есть ткань, есть пластик, колонка, подстаканник, управление зеркалами, блокиратором, окон, центральный замок, складывание зеркал, регулировка самих зеркал, вот здесь русский сделан вот так, под хром, посадка в автомобиль очень удобная, мне нравится, ну, в плане, вот, допустим, я не могу сам себя как бы снять, ну, допустим, я сел, да, буквально раз, два, закрыл дверь, и я не буду ерзать, не буду там как-то садиться, там маститься, то есть я сел с первого раза, все, я сел, поехал, далее, значит, так, на чем мы остановились, про дверь, сказал, здесь идет подстаканник, подстаканник, кстати, расположен, очень удобно, там, не высоко тянуться, никуда не надо, ну, можно, как бы, не знаю, использовать там, телефон, положить, телефон, да, вот так вот, раз там, телефон туда засунули, руль здесь регулируется только по высоте, по вылету он не регулируется, это, конечно, минус, то есть, ну, по крайней мере, для меня это минус, руль идет кожаный, управление дворниками, давайте заведем автомобиль, как видите, автомобиль заводится с кнопки, завели, управление идет магнитолой, управление идет менюшкой, здесь у нас сводится вся информация, это батарейки, не знаю, как на камеру будет видно, но очень много, очень много здесь, ребят, полезной информации, вот он датчик движения по полосе, на русский это не переводится, как многие спрашивают, открывание электродверей, их также можно отключить, датчик при столкновении, движение по полосе, тоже можно, допустим, нажать, тут, во-первых, выбрать можно, можно, ой, взял телефон свой, уронил, куда-то, так, телефон, слава богу, не разбил, вот, что касается у нас еще правой стороны, не правой стороны, а центральной части, в принципе, обзорность великолепная, даже стойки вот эти не мешают, вот еще у нас добавление кнопок, но это антибукс, гудок, и все остальное, значит, вот с этой стороны у нас еще есть дуечки, вот такого вот плана, ну и больше, наверное, интересного ничего нет, комплектация у нас идет с подогревами, пусть можно включить на максималку, можно сделать поменьше, есть проход на второй ряд сидений, но им, естественно, никто не пользуется, можно сюда, знаете, что приобрести, какую-нибудь консоль, сделать что-то типа бардачка, это будет очень удобно, вот, ниши там у нас никого нет, да, здесь пластик, здесь такой твердый, твердый идет пластик, солнцезащитный козырек, ну, это уже делается у всех по стандарту, места до потолка, очень, очень много, мне хватает, и внимание, сейчас смотрите, вот я вот сейчас сел, ну, допустим, как я обычно езжу в автомобилях, вот, для меня это нормально, удобно, комфортно, положение, у меня нога, она как бы, ну, немного вот, из этой консоли выходит, вот, мне не нравится вот эта консоль, вот, честно, что она вот здесь расположена, я это к чему веду, от обращайте внимания, на коленку, на мою, я сейчас сиденье, поднимаю наверх, оп, все, коленка у меня упирается, так, надо сделать музыку потише, то есть, если я сидушку сейчас подниму, на самый верх, на самый верх, да, все, у меня коленка здесь, я так долго, ну, не проеду, а вот так, ну, это уже, тоже не то, в общем, я, ребят, считаю, это, минусом, но, опять же, на вкус и цвет, товарищи, нет, поэтому, для кого-то это минус, а для кого-то это плюс, потому что, кто-то там, несколько раз, видео писал, зачем сидушку поднимать, на самый верх, не знаю, так, мне такое ощущение, что я куда-то просто провалился, то есть, оптимальное положение, посерединке, для себя выбирая, поднялся, все отлично, ладно, так, что же вам еще здесь рассказать, со стороны пассажира, все по стандарту, все то же самое, снизу идет бардачок, аукционный лист, ребят, проверяйте, аукционные листы перед покупкой, проверяйте, зайдите в инстаграм, кто досмотрел это видео до конца, зайдите в инстаграм, там сегодняшняя история, история, я думаю, видео это выйдет сегодня, сегодня у нас какое, 10 число, вот максимум 11, но скорее всего сегодня выйдет, как не стоит покупать автомобили, когда вот, я уверен себе, мне там знакомый, рассказал, показал, нужно сделать то, залезть туда, там пощупать это, прийти посмотреть на вот эту бумажку, чтобы все соответствовало, вот тот автомобиль, который сейчас в инстаграме, не бит, продается как, не бит, не крашен, я не буду называть год автомобиля, я не буду называть там, где он стоит, но поверьте, короче, досиделись мы, у нас кончился бензин, наверное, в автомобиле, поэтому заглушим его, так, ну это уже обзорчик неинтересно получится, да, надо было раньше заводить, пробег 54-750, вариатор, климат-контроль, мультимедиа, камера заднего вида, на данном автомобиле есть, вот, нет, ну серьезно, блин, закончился бензин на автомобиле, давайте подведем уток, в принципе, за эти деньги автомобиль, довольно-таки, неплохой, то есть, соотношение, цена, качество, экономия, обслуживание, это, это, хороший, достойный, внешний вид автомобиля, по техническим характеристикам, он хороший, по салону, приятный, стоимость таких автомобилей, начинается на рынке, где-то, наверное, от 850 тысяч, даже, самые простые комплектации, вот, ну, чтобы взять более-менее, такой, нормально, достойный автомобиль, здесь, надо уже, где-то, от 950 тысяч, вот, данный автомобиль, стоит, 1 миллион 77 тысяч, он не идеальный, не идеальный, я не могу, ну, он не завертон, какой-то, он там, знаете, не собранный, из 4 частей, есть нюансы, но автомобиль, того стоит, за счет пробега, вот, я ни в коем случае, сейчас не говорю, то, что если вы купите автомобиль, с пробегом 130 тысяч, гибрид, он у вас там, поломается сразу, нет, ребят, кстати, гибриды, гибриды, можно брать, с пробегом, и 130, и 140, и 150 тысяч, вы купите его, он у вас будет, ездить, ездить, еще раз ездить, это не те автомобили, которые, собраны для Европы, там, для России, когда автомобиль проходит, не знаю, 100 тысяч, и вы в него лезете, прям, лезете в двигатель, начинаете все делать, там, перебирать, эти автомобили японские, именно японская сборка автомобилей, для Японии, есть автомобили, которые собираются в Японии, для Европы, а есть автомобили, которые собираются в Японии, именно для японского внутреннего рынка, ребят, таких автомобилей, по надежности, больше нет, вот, поэтому, на сегодня, наверное, будем заканчивать, всем спасибо, кто подписался, за это видео, на наш канал, подписывайтесь, продвигайте это видео, пишите комментарии поделитесь с друзьями в общем поддержите нас на этой неделе на этой неделе мы сходим на стоянку битых машин поснимаем битые машин там их довольно много поэтому будет две серии покажем сколько они стоят ну и примерно положением вот поэтому на сегодня все всем пока